Пора заняться высадкой Лука Эксибишн в открытый грунт. Сеял я его 23 февраля. Уже вот такой большой. Я думаю настало время его уже высадить на улицу. Сейчас буду делать грядку и высаживать. Посмотрим что там внутри в этом контейнере. Какие сформировались луковицы. Для перекопки земли я уже несколько лет использую чудо лопату. Очень удобный инструмент. Экономит силы и время. Земля мягкая, рыхлая, воздушная. В принципе копать не составляет особого труда. Одно удовольствие. Земля уже сухая. Пыль поднимается когда копаешь. Теперь чтобы луку было комфортно расти и он порадовал обильным урожаем нужно сформировать симпатичную красивую грядку. Я грядку всегда начинаю делать сначала с бортиков. С одной стороны сделаю бортики. Потом с другой стороны. А уже потом выравниваю середину. Уже вырисовываются очертания будущей грядки. Размер грядки у меня от тропинки до тропинки метр сорок. А полезная площадь, где будет происходить засев 80 сантиметров. Сейчас выровняю середину. К выравниванию грядки в середине нужно подойти более ответственно. Чтобы вода при поливе не скатывалась в какую-нибудь отмиску. А равномерно распределялась по грядке. И завершающий штрих. При формировании грядки я утрамбовываю гроблями. Прохожу борта. Сначала изнутри, а потом пройду также снаружи. На мой взгляд грядка получилась ровная, аккуратная, в которую не стыдно будет высадить лук. Есть у нас вот такая удобная палка рогатина, с помощью которой очень удобно намечать будущие рядки. Получается равномерно и красиво. Рядки будут на одном расстоянии друг от друга. У меня получилось 46 рядков. В каждый рядок я буду высаживать по 4 луковицы. Итого хватит на 184 луковицы. У меня столько нет. Я буду засаживать потом просто сивком. Долгожданный момент сейчас покажу, что там выросло за два с половиной месяца. Посеяно было 23 февраля. Сегодня уже 3 мая. Теперь главное аккуратно извлечь все из этой банки. Так, ну что тут. Корней много. Все переплелось. Сейчас аккуратно буду разбирать по луковице. Ну вот такие луковочки. Аккуратно вот так буду разбирать по одной штучке и высаживать. Четыре вот сначала возьму. Посажу первый рядок. Батву слегка обрежу. Вот эти. Так вот, наверное, где-нибудь обрежу. Оп. Корешки не буду обрезать. Пускай будут вот такие большие. Все. Идем садить на грядку. Я буду, наверное, просто выкапывать ямку. И укладывать. Слегка расправляя корни луковицу. И присыпать. Грядку я ничем. Не удобрял. Поскольку в том году у меня здесь росла капуста. И в капусту в лунке я добавлял перегной. Поэтому земля здесь удобная, хорошая. Дополнительного, я думаю, ничего вносить больше не надо. Ну вот, получился первый рядок. Сейчас также буду дальше делать остальные рядки. И высажу весь таким образом лук. На мой взгляд, посадочный материал вырос неплохой. Будем наблюдать, что вырастет дальше. Если быть точным, высадил 75 луковиц. Это получилось где-то половина грядки. Вторая половина грядки будет засажена сивком. Вот эти 75 луковиц Exhibition выросли из одной пачки. В пачке было написано 100 штук. Но вот из 100 штук выросло 75. Сейчас вода впитается. Замульчирую опилами. А когда ботва подрастет. Уже будет высокая. Замульчирую соломой. Я думаю, будет вообще идеально. А пилы я насыпаю с помощью вот такого ящика. Тонким слоем. Быстро, эффективно. Вот таков итог высадки лука Exhibition в грунт. Осталось наблюдать, как будет расти дальше. Ну и буду, соответственно, снимать и вам показывать. Для меня это тоже первый эксперимент. Всего доброго!